Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о послании святого апостола Павла к Титу. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божьих и познанию истины, относящейся к богочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово в проповеди, веренной мне по повелению Спасителя нашего Бога, Титу, истинному Сыну по общей вере. Благодать, милость и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Как и другие свои послания, апостол начинает это послание с приветствия, как было принято в Древнем мире, в приветствии человек называл себя и называл своего адресата. И здесь апостол, как всегда, обозначает свои полномочия, кто он такой и почему он это пишет. Он говорит, раб Божий, апостол же Иисуса Христа. Что здесь обращает на себя внимание? Обычно апостол Павел пишет в своих посланиях раб Иисуса Христа. Здесь он пишет раб Божий, апостол же Иисуса Христа. И это обращает наше внимание на то, что Павел использует Бог и Христос как практически взаимозаменяемые понятия. Он относит к Иисусу Христу то же самое, что и к Богу. Он называет себя рабом Иисуса Христа, и он же называет себя рабом Бога. По вере избранных Божиих и по знанию истины. Кто такие избранные Божии? Это христиане. Все христиане, согласно Священному Писанию, являются Божьими избранными. Мы являемся христианами не потому, что мы сами навязались Богу, но потому, что Бог предопределил привести нас к вере. Это истина, которую Павел неоднократно утверждает. «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог преждевековых времен». Апостол возвещает все это «в надежде вечной жизни». То есть он сразу задает систему координат, в рамках которой рассматривается все остальное. Христиане — это люди, имеющие надежду вечной жизни. На чем основана эта надежда вечной жизни? Вот в различных религиозных и волософских системах люди верят в то, что жизнь продолжается после смерти. На чем основана эта их уверенность? На чем основана это предположение? И апостол говорит, о чем основана его надежда на Слове Божием. Это то, что обещал неизменный в слове Бог преждевековых времен, а в свое время явил свое слово в проповеди. «Веренный мне по повелению Спасителя нашего Бога». Здесь апостол называет Спасителем Бога, и чуть дальше он говорит «благодать, милость и мир» от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. И чуть-чуть дальше он называет Спасителем уже Иисуса Христа. Мы видим, как здесь у апостола уже в этом приветствии Бог и Христос практически сливаются. И Бог и Христос являются Господом и Спасителем, и апостол является рабом как Бога, так и Иисуса Христа. И мы здесь видим, как апостол проводит тот взгляд, который впоследствии в церкви будет сформулирован как нераздельность лиц Троица. Их невозможно разделить, и то, что мы относим к Богу, мы относим и к Иисусу Христу. Кому он обращается? Титу, истинному сыну по общей вере. Сын, конечно же, имеется в виду духовный, очевидно, апостол Павел в свое время обратил, Тита привел его ко Христу. Богодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. То есть апостол преподает богодать, милость и мир. Богодать — это расположение Бога к людям, и мир — это свидетельство того, что верные христиане пребывают в мире с Богом. Тит — это посланник апостола Павла, которого он направляет на Крит для того, чтобы устроять там Церкви Божией. И решить возникшие в критских общинах проблемы. И вот что пишет апостол. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил неоконченное, и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Вот что интересно, обратим на это внимание. Откуда берутся в ранней церкви пресвитеры, откуда берутся возглавители этих общин? Их ставит Тит по поручению апостола Павла. Мы еще раз, как неоднократно в Священном Писании, видим здесь апостольское преемство. То есть речь не идет о том, что просто люди собрались и избрали из своей среды кого-то, кто будет предстоять за богослужениями. Нет. Апостол назначает своего посланника Тита. Тит ставит пресвитеров уже в различные церковные общины. И обязанность это делать лежит на вот именно Тите, который представляет здесь апостольский авторитет. В истории церкви неоднократно так бывало, что люди избирали из своей среды епископа, но при этом, разумеется, епископом он мог быть только после того, как он получал рукоположение в соответствии с апостольским преемством. Церковь, она выстраивается в этом отношении по линии преемства от апостолов. И далее апостол описывает, какими качествами должен обладать пресвитер. «Если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве и непокорности, ибо епископ должен быть не порочен, как божий домостроитель, не гневлив, не пьяница, не бийца, не коростолюбец, но странно любив, любящий добро, целомудрен, справедлив, богочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен наставлять здравым мучений и противящихся обличать». Апостол здесь перечисляет характеристики, которыми должен обладать христианский пастырь, и это не характеристики, конечно, исключительно пастыря, это характеристики зрелого христианина вообще. Поэтому, хотя большинство из нас не является пастырями, мы должны обратить на них внимание. Епископ должен быть не порочен, муж одной жены, то есть иметь стабильную семейную жизнь, и это должно показывать его способность хранить верность. Потому что, как человек, который не верен по отношению к своей собственной семье, он не будет верен и в церкви. «Детей имеет верных, неукоряемых в распутстве и непокорности». Апостол Павел писал в послании к Тимофею, что если у человека в семье дети отличаются каким-то плохим нравом, распущенностью, то это признак того, что человек не может быть епископом, потому что у него трудности, он не может контролировать своих собственных детей. Епископ должен быть не порочен, как божий домостроитель, не дерзок, не гневлив. Одно из глубоких противоречий между Священным Писанием и той культурой, которую мы воспринимаем по умолчанию, это отношение к гневу. В нашем окружении гнев — это признак силы. Если ты чем-то недоволен, ты намерен изменить эту ситуацию, то ты, значит, гневаешься. И человеку часто кажется, что демонстрируя гнев, он демонстрирует решительность, он добьется каких-то целей, и это не работает. К сожалению, Священное Писание нам говорит, в другом месте, например, говорит апостол Иаков, что гнев человеческий не творит правды Божьей. Гнев обладает таким наркотическим свойством, когда человек разгневан, ему кажется, что он силен и что он прав. Гнев. Люди иногда возгревают в себе этот гнев, это негодование на своих врагов, потому что они упиваются вот этим переживанием своей правоты, что мы хорошие и мы сильные. И поэтому людям кажется, что гнев — это что-то хорошее. Люди по умолчанию в мировском плане считают, что гнев — это правильно, гневаться на плохих людей — это хорошо. Но апостол говорит, что епископ должен быть не гневлив, не дерзок, не пьяниться, не биться, не корыстолюбиться, не драчу, в смысле не биться, но страннолюбив. Страннолюбив — значит, просто гостеприимен, любитель странников, то есть человек, который оказывает гостеприимство другим христианам, которые могут посвящать его из других христианских общин, но это слово несколько шире. Человек гостеприимен не только, когда он принимает людей у себя в доме, но когда его сердце вообще открыто к другим людям, когда он готов их богожелательно выслушать, когда он готов оказать им поддержку, сочувствие, сострадание, когда они в этом нуждаются, ободрение, когда они в этом нуждаются, потому что люди иногда нуждаются не в том, чтобы их где-то поселили, а иногда в том, чтобы их просто выслушали богожелательно, отнеслись сочувственно к их нуждам. И доброе слово иногда само по себе очень важно, даже когда нет возможности оказать какой-то материальной помощи, да иногда она бывает даже и не нужна, человек больше нуждается именно в человеческом участии. И вот гостеприимство в этом смысле — это такая открытость навстречу другому человеку. Страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, богочестив, воздержан. Целомудрен, то есть человек способный контролировать свои страсти и желания в самых разных областях жизни. Это может быть желание каких-то имуществ, это может быть желание каких-то телесных удовольствий. Но вот в этом отношении человек должен себя контролировать. Справедлив, богочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением. До этого апостол перечислял этические характеристики епископа, и эти этические характеристики могли бы одобрить, ну, например, философ и стойки той же эпохи. Это просто такое обобщенное описание хорошего человека. Но далее апостол обращает внимание на то, что он должен быть держащийся истинного слова, согласного с учением. То есть, один из критериев пригодности человека к пастырскому служению, это то, что он держится истинного слова, согласного с учением. То есть, он православен, он придерживается истинной веры. Это тоже важно. Чтобы он был силен наставлять здравом учении противящихся обличать. То есть, человек не только говорит, что я христианин, не только он привержен церкви, он обладает достаточным образованием, он достаточно хорошо разбирается в содержании этой веры. И, конечно же, это абсолютно необходимо для любого пастыря, но это также необходимо для любого христианина, чтобы и мы могли засвидетельствовать истину другим людям, и, может быть, даже обличить противящихся, в том плане, чтобы мы знали, что мы могли бы ответить людям, которые критикуют нашу веру или проповедуют какие-то уже учения. Далее апостол как раз заводит речь о вжеучителях. Ибо есть много и непокорных пустословов и обманщиков, особенно изобрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые дома, уча, чему не должно, из постыдной корысти. Из них же самих один стихотворец сказал, «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Свидетельство это справедливо, по сей причине обличая их строго, дабы они были здравы в вере, и не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Много непокорных пустословов и обманщиков. И в то время, как, наверное, и в наше, на религиозном рынке, так сказать, было огромное предложение. Мы знаем сейчас, что человек, у которого есть какие-то духовные интересы, который углубляется в какие-то духовные поиски, он иногда ходит очень кружными путями, он попадает в различные группы, где-то там сидят в ассанах йоговских, где-то медитируют, где-то еще что-то делают. Обычно это предполагает какую-то оплату труда вот этого духовного наставника, который все это преподает. Но всего этого очень много, сейчас и очень много было тогда. И сейчас более-менее ясна граница, что церковь — это церковь, а вот там группа любителей всякой нетрадиционной духовности это уже нечто другое. А в то время эти уже учителя активно проникали в церковь. И апостол ссылается на античного поэта, который говорит, что критяне всегда уже цызлые, звери утробы ленивые. Действительно, у жителей Крита в греческом мире была не очень хорошая репутация, а скорее негативная. И апостолы обращают внимание на эту беду, которая присутствует в критской культуре, для того, чтобы предостеречь Тита и предостеречь церковь от этих уже учителей. По сей причине, обличая их строго, дам они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Иудейские басни, то есть нечто, что строилось на законе ветхозаветном. И апостол продолжает, «Для чистых все чисто, для оскорененных и неверных нет ничего чистого, но оскоренены их ум и совесть». О чем здесь речь? В ветхозаветной религиозности, как вообще в человеческой религиозности, огромное значение имело понятие ритуальной чистоты. Мы это находим в Ветхом Завете. И люди, которые старались исполнить предписание Ветхого Завета как можно лучше, они разрабатывали подробнейшие системы, которые должны были помочь им избежать ритуального осквернения. Например, один из расколов в иудаизме, который предшествовал еще появлению христианства, это был раскол по вопросу, оскверняется ли сосуд, по струе вверх. Ну, то есть, если вы взяли воду из оскверненного сосуда и налили в чистый, теперь у вас оба сосуда осквернены. Вот теперь ими нельзя пользоваться в сакральных целях ни тем, ни другим. Но возникал вопрос, а если наоборот, если вы взяли чистый сосуд и из него налили в оскверненный, вот этот верхний сосуд, он оскверняется в этом процессе? И одна группа богочестивых худеев считала, что нет, ничего не оскверняется, только если наоборот. Другая считала, что все-таки оскверняется, и по этому поводу у них был немалый раскол. Нам может казаться все это смешным, но на самом деле это проблема, которая возникает у религиозных людей вообще, когда люди начинают бороться за какие-то мелочи и придавать им огромное значение. У нас это не называется ритуальной нечистотой, но какое-то другое может название быть придумано. Но вот эти люди придавали огромное значение ритуальной чистоте. Апостол же говорит, что это просто неважно. В свете Евангелия это все просто неважно, для чистых все чисто. Для оскверненных и неверных нет ничего нечистого, но осквернены их ум и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны, неспособны никакому доброму делу. Человек, который знает Бога, проявляет это в определенном поведении. И для Библии вот это слово «знать Бога», оно значит не располагать информацию о Боге, то есть не сдать экзамен по догматическому богословию, а знать Бога как личность, пребывать в личном общении с Богом. И это личное общение должно человека глубоко менять. Это должно приводить к глубоким нравственным переменам в жизни человека. Человек, который знает Бога, он должен это проявлять в определенных переменах в его характере. То есть человек пребывает в общении с самим источником всякой любви и мудрости. Очевидно, в нем должна проявляться любовь и мудрость. Я помню, как я встретил как-то годы назад, я был только новообращенным еще человеком, я встретил одного старого священника, меня поразило выражение его лица, это было очень светлое, очень доброе, очень мудрое лицо, и было видно, что да, этот человек знает Бога. И апостол говорит, что вот некие люди претендуют на то, что они знают Бога, а делами они отрекаются, их поведение свидетельствует о том, что это не так. И, соответственно, их не следует слушать, когда они претендуют чему-то учить членов критских христианских общин. Об этом апостол продолжает говорить во второй главе, но мы будем говорить о ней в следующий раз. Это цикл бесед о послании святого апостола Павла к Титу, который представляет библейский портал Exeged.ru. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok